Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, и это канал Шестеренка. И сегодня на моем обзоре новый смартфон от компании Samsung. Это Samsung Galaxy S22 Ultra. Если вы смотрите мой канал, вы, наверное, в курсе, что я владелец Samsung Galaxy Note 20 Ultra. И я считаю, что S22 Ultra это, так сказать, прямой родственник моего Note 20 Ultra. То есть, когда был в предыдущем году, выходили S21, ничего не было со стилусом и вообще ничего похожего. А тут вы посмотрите, это практически два одинаковых смартфона. Что на ощупь, что на размер. Ну, может быть, какие-то минимальные отличия есть, о которых мы сегодня с вами и поговорим. И, естественно, о плюсах, о минусах. И, как всегда, под моим видео будут тайм-коды, с помощью которых вы сможете перейти на интересующий ваш раздел и посмотреть именно то, что вам нужно. Давайте не будем терять время и начнем данный обзор сравнения. Для тех, кто еще не в курсе характеристик Samsung Galaxy S22 Ultra, сейчас вы их видите перед собой на экране, а я расскажу именно о моем экземпляре. Это 8 гигов оперативной памяти, 128 встроенной и процессор Exynos 2200 от компании Samsung. В моем старом смартфоне стоит Snapdragon 12 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенной. Что могу сказать по поводу 8 гигабайтной версии. Здесь есть очень интересная функция, с помощью которой вы можете увеличить объем оперативной памяти за счет встроенной. Как это делается, сейчас вы видите перед собой на экране, все элементарно, заходите в настройки и добавляете еще оперативной памяти. Что это вам дает? Это прибавляет быстродействие. Не везде, но я вам могу сказать точно, что это заметно. Единственный минус, естественно, то, что вы убираете и так небольшую встроенную память. И так как в данном телефоне нет возможности увеличения с помощью карты памяти, в моем, кстати, есть. Так что у меня сейчас стоит 512 гигабайт, которых лично мне не хватает. И на мой взгляд, телефон со 128 гигабайтами, с отличной, с отличной камерой, которую вы, наверное, купите для того, чтобы как минимум фотографировать и снимать видео, тоже он, ну, просто, не знаю, мне кажется, смысла брать просто нет никакого. Как минимум 256, а то или 512, или на терабайтник. Ну, лично я бы взял, наверное, на терабайтник. Но на 512, в принципе, я думаю, всем будет достаточно. Кто прям не совсем помешан на фото и на видео, так как смартфон, да, вы знаете, и предыдущий этот снимает 8К видео. Тоже непонятно зачем, но снимает и видео достаточно прикольное. Давайте начнем с того, что пользуюсь я обоими смартфонами в данный момент уже две недели. И, честно сказать, первое впечатление, когда я увидел его в магазине, пришел, попробовал, сравнил как-то с моим, ну, могу сказать, что разницы особой я не увидел. Прям такое, что прям вау! Новые функции или еще что-то. Практически все то же самое. Каких-то супер навороченных функций я не заметил. Я подумал, ну, что мне нафига тратить деньги, да, типа, на этот телефон похожу еще с этим. Вот, честно вам скажу, ну, вот, если бы была бы какая-то разница, я бы, наверное, взял. Но! Но, друзья, сразу спойлер. Я походил с ним две недели, как я сказал. И разница все-таки есть. И она встречается везде. В каких-то мелочах, но она встречается. То есть, чуть-чуть быстрее запускается программа. Чуть-чуть быстрее им фотографируют. Чуть лучше, чуть-чуть, чуть-чуть ярче экран. Чуть ярче фотографии. В общем, все вот эти вот чуть-чуть, 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 как раз-таки и выводят тебя на тот момент, что, блин, ну, все-таки, наверное, лучше. Давайте начнем, наверное, с экрана данного смартфона. Это динамик AMOLED 2X с разрешением 3088 на 1440 и, естественно, 120 Гц. Диагональ экрана 6,8 дюйма. Экран, ну, офигенный. То есть, каких-то минусов я сказать не могу. Некоторые говорят, что у них от AMOLED'а устают глаза. У меня такого не было ни с одним из телефонов Samsung. Так что я сказать не могу. Но у меня также не было и на проекторах, на DLP, да, у которых люди видят радугу. Я, блин, пытался увидеть, но никак. Видимо, что-то вот у кого-то это есть, у кого-то нет. Поэтому скажу про экран. Он просто офигительный. Хотя, честно вам скажу, и на Note 20 он тоже классный. Каких-то проблем у меня не было. Яркости мне хватало. Всего хватало. Как вы знаете, здесь подэкранный отпечаток пальца. И могу сказать про свой телефон. Он работает просто ужасно. Я уже жаловался. То есть, ты его настраиваешь. Он вроде как работает. Но работает он достаточно, ну, смотрите, да, достаточно медленно. Не всегда срабатывает, да. И когда ты особенно делаешь ремонт, приходится его переустанавливать, блин, каждую неделю. Видимо, от того, что там стираешь пальцы или еще что-то. В общем, две недели я ничего не делал. Настроил на обоих телефонах отпечатки пальцев. И ходил, только включал с помощью их. Как вы видите, на Samsung Galaxy S22 Ultra отпечаток работает гораздо быстрее. Срабатывает практически всегда. На него не надо так сильно давить. Просто приложил палец, и он включился очень быстро. В общем, мне это понравилось. Но скажу вам сразу. Те, кто привык там на задней панели отпечаток пальца, или как у Fold'а сбоку, те отпечатки работают прям гораздо заметнее, быстрее, и всегда гораздо лучше. Но это, на мой взгляд, то есть это... Минус был скорее в Note 20 Ultra, чем в S22. Поэтому тут отпечаток пальца работает отлично. Что касается стилуса, выглядит он абсолютно так же. Рисовать им очень удобно. Ребенок у меня ловит кайф. Те, кто снимает видео, наверняка знают эту функцию. Когда ты держишь кнопку на стилусе, у тебя включается камера. Нажал на кнопку, она сфотографировала. Нажал два раза, она переключилась на фронталку. Еще два раза она переключилась обратно. В общем, это удобно, когда ты поставил там на штатив, либо где-то находишься на каком-то живописном пляже, и у тебя нету под рукой твоего спутника. Когда поставил телефон, взял стилус, нажал. Очень удобно, сделал кучу фотографий. В общем, стилус классная штука, помимо того, что ты не можешь рисовать и работать. Лично для меня стилус очень нужен, когда я занимаюсь там отправкой письма, что-то подредактировать. Редактирование видео очень удобно стилусом. Поверьте, во многих программах прям супер. Это просто незаменимая вещь. Те, кому он не нужен, естественно, брать такой, наверное, телефон просто смысла нет, потому что это основная фишка телефона. Так что стилус, друзья, это однозначно плюс, по крайней мере, для меня. Что касается работоспособности именно по скорости. Те люди, которые там делают на время включения, да, что, ой, вот этот смартфон включается быстрее, этот чуть медленнее. Честно говоря, меня это вообще не заботит. Включается там на пол какой-то миллисекунды быстрее у тебя игра. Ну, тоже как-то, я не знаю, менять по этому телефон, мне кажется, смысла какого-то нет. Что касается любителей игр. Я запустил огромнейшее количество игр на нем. Причем я играл достаточно долго. Мне кажется, он очень здорово себя показывает в плане нагревания. То есть он, естественно, достаточно теплый, но не горячий, нет каких-то тормозов. Единственная игра, которая была с тормозами, и то это не тормоза, это какие-то медленные прорисовки заднего фона. Это игра V4. Я не знаю, что это за игра, я ее просто установил из-за того, что она здоровая, очень много отзывов, ну и вроде как красивая графика, я в нее поиграл. Высокая, высокая, высокая. В общем, все, что я мог поставить, высокая, я поставил. Поэтому, возможно, есть кое-какие подтормаживания. Какое-то место темное. Видите, подгружается. Вон. Не знаю, насколько эта игра называется... Вот это вот, V4. Во всех остальных играх я все ставил на ультра. И в папке, и в колде, и в красаути, и в Lion Age 2. В общем, во всех играх все ставил на максимум. Каких-то тормозов у меня не было. Ну, я считаю, что это и нормально для флагмана, так и должно быть. Но странная штука, что в своем смартфоне я тоже тормозов не вижу, и у меня дети берут часто смартфон, играют, я за этим слежу, естественно. И все игры идут просто великолепно. Что там, что там. Что касается тестов. Я сделал CPU-тест на троттлинг. Вы видите его перед собой на экране. Я запустил Geekbench для, ну, не знаю, для особых энтузиастов, которые любят на это посмотреть. По крайней мере, вы можете сейчас сравнить мой Note 20 на Snap'е и, естественно, на Exynos'е новой S22 при условии то, что здесь стоит 8 гигабайт оперативной памяти. После всех этих игр, тестов, естественно, я проверил, насколько сильно нагревается телефон. Вы тоже это сейчас видите перед собой на экране. Но, честно вам сказать, проверять именно из-за того, что он прям кипиток, я не стал, потому что он не нагревался у меня. Даже мой смартфон, Note 20 в условии того, что я его всегда таскаю в чехле, он тоже не нагревается. Давайте перейдем к внешности данного смартфона. На ощупь, на вот вообще как он выглядит, он прям идеально смахивает на Note 20 Ultra. Единственное, что вот этот вот цвет, вот это, я не знаю, покрытие, так сказать, оно вообще практически не заляпывается. То есть вот я его постоянно таскаю без чехла, и он у меня не заляпался. Что касается моего Note 20, это какой-то ужас просто. Я вот, наверное, не знаю, видите, вы не видите, он просто весь заляпан с учетом того, что я только что вытащил его из чехла. Дальше, чем они еще визуально отличаются? На S22 Ultra слот для сим-карт находится внизу, у меня он находится сверху. Я, естественно, протестировал громкость данного телефона в плане того, насколько он громко проигрывает музыку, YouTube, еще что-то. Как вы видите, внешне динамики остались на тех же самых местах, то есть внизу и сверху, вот в этих вот прорезях. Честно вам сказать, по громкости я разницы особой не услышал. Именно по громкости. Давайте послушаем, как это выглядит. Note 20 Ultra. Максималка. S22 Ultra. Но качество звучания мне понравилось на S22, естественно, побольше. Но если не сравнивать их вот так лоб в лоб, то я думаю, это просто будет незаметно. В руках оба телефона лежат просто великолепно. Лично мне прям суперудобно. Но минус в том, что и этот телефон, и новый телефон, они для меня очень скользкие. И, как вы знаете, при падении вот на угол у них сразу влетает экран просто моментально. Поэтому я думаю, что про цвет и про то, как классно его держать в руках, разговаривать смысла нет. Ну, 90% будут носить его либо в защитной пленке, которую будут наклеивать, которая, в принципе, не помогает от ударов, ну, либо как я в чехле. Поэтому, думаю, этот момент мы пропустим и поговорим с вами. А самым интересным это камеры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok если сравнивать эти два телефона по долговечности то этот наверное процентов на 5-10 у меня выигрывал то есть так как я их носил постоянно и в основном вот ходил весь день и снимал вот так вот то видео то фото то видео то фото то этот допустим разрядился у меня до 40 процентов этот разрядился где-то до 45 до 50 процентов то есть ну естественно все зависит от вашего использования я его использовал на полной яркости что тот что тот весь день и концу дня у меня убирала оба телефона этот умирал чуть чуть быстрее это чуть медленнее ну по крайней мере это плюс давайте сделаем небольшое заключение сначала только про данный смартфон то есть если вдруг вы хотите переходить каких-то других марок телефонах вам нужен большой экран вам нужен встроенный стилус вам нужна хорошая камера в общем хотите перейти на данный телефон честно вам скажу каких-то минусов в нем лично я не нашел от слова совсем ну кроме нехватки памяти ли лично в моей модели и наверное цены но если вы уже решили переходить я думаю цену вы знаете поэтому проблема у вас с этим не возникнет но что касается нехватки памяти ребят обратите внимание да берите минимум 256 и я бы посоветовал со встроенным 12 гигабайт оперативной памятью ну мне кажется это по-любому будет на сто процентов лучше тем более сейчас уже 22 год и 12 гигабайт это уже нормально на мой взгляд отпечаток палец встроенный в экране работает гораздо лучше то здесь вот я его включаю смотрите при вас все работает отлично что касается перехода с ноут 20 ультра на с 22 ультра тут конечно гораздо сложнее выбора на мой взгляд если вы не повернутый человек как я на камере на скорости и вас это не особо заботит вам нужно просто использование стилуса просто большой экран достаточно хорошая работоспособность то на мой взгляд переходить но 20 ну практически нет смысла обязательно кстати напишите внизу что вы поэтому думаете если вы сейчас пользуетесь но 20 обязательно так что если вы не будете использовать их вот так прям бок о бок я думаю какого-то существенной разницы вы не заметите если вы будете вот так вот таскать их постоянно и фотографировать я не знаю там жене купите с 22 у вас останется но 20 то наверное вы все-таки рано или поздно заметите разницу как ни крути по крайней мере в камере и видео на сто процентов заметите не так сильно но заметите надеюсь данный обзор был вам полезен обязательно пишите если возникли какие-нибудь вопросы подписывайтесь на канал не забывайте нажимать колокольчик в общем пожалуйста поддержите канал те кто досмотрел до конца огромное спасибо не забываем подписываться на телеграм друзья я был очень рад вас видеть на данном обзоре огромное спасибо что смотрите с вами был я макс и это канал шестеренка всем удачи всем пока удачи всем пока